Казанский федеральный университет Обсудили пути развития и достижения поставленных целей в этой сфере Почетным гостем форума стала генеральный директор акционерного общества «Нейротренд» Наталья Галкина Напомним, в КФУ в рамках коллаборации компании и вуза была открыта научно-образовательная нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб» Данная нейролаборатория работает уже давно, это одна из первых, она самая большая, на самом деле из всех существующих И эта нейролаборатория уже ведет большое количество студентов, оказывает коммерческие услуги У нее есть постоянные заказчики, как в лице коммерческих крупных компаний региональных, так и в лице министерств и ведомств Тема нейромаркетинга вызывает бурный интерес Участниками мероприятия стали эксперты, руководители нейролабораторий Московского государственного университета имени Ломоносова Московского государственного института международных отношений Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Томского государственного университета Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и других ведущих вузов страны У нас есть уже несколько исследований, которые мы завершили Это касается прежде всего работы с молодежью, с разными целевыми аудиториями Как воспринимается тот или иной видеоконтент Также мы сделали ряд экспериментов, которые позволяют нам оптимизировать клиентский путь Во время работы с любым сервисом И мы стараемся сделать такие исследования, чтобы реальному сектору было понятно Какими эмоционально понятными сервисами любят пользоваться потребители, которого они были созданы Отметим, что форум представляет собой площадку для обмена опытом в сферах управления нейролабораториями И подготовки образовательных курсов За круглым столом эксперты обсуждают цифровой след Восприятие молодежью различных видов контента Нейроэксперименты Технологии нейрообразования для преодоления трудностей в обучении И другие актуальные темы Елизавета Газизянова, Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Николай Асуховский, Универ Новости Субтитры создавал DimaTorzok